привет это видео про то сколько стоит дизайнерский ремонт это первый из вопросов которые задает заказчик когда приходит к нам в студию а сколько денег я потрачу чтобы реализовать ту красоту которую вы нарисуете так вот сегодня об этом будем разговаривать с татьяной я специально ее пригласил таня привет здравствуйте таня это руководитель проектов в нашей студии руководитель проекта это знаете такой капитан корабля тот человек который управляет всеми процессами намечает планы ставит цели и всех пинает чтобы до этой цели добраться как можно быстрее и как можно дешевле для заказчика да да когда есть такой запрос конечно же да про бюджет то есть про то сколько стоит ремонт мы будем говорить на конкретном примере то есть у нас есть готовый дизайн-проект который мы разработали для конкретных заказчиков и мы с татьяной пойдем по этому проекту и будем говорить про конкретные цифры и так эта квартира семьдесят три квадратных метра поэтому вы можете ее как-то на себя примерить ну соответственно у кого меньше вы можете пропорционально уменьшать эту сумму у кого больше пропорционально увеличивать сделаю еще одну оговорку ну дело в том что кто-то а посмотрев на эти цифры скажет боже мой какие цены да вы что с ума сошли откуда такие цифры я нашел этот материал в десять раз дешевле в магазине люра мерлен или еще каком-нибудь может быть любому материалу можно найти замену а кто-то посмотрит скажет ну нормально да вот мы тоже примерно в такие цифры где-то укладывались ну а кто-то просто посмеется скажет это такое это что цены поэтому это всего лишь навсего пример но этот пример хорош тем что посмотрев на него вы можете от него отталкиваясь строить свой собственный бюджет и представление о том сколько может стоить дизайнерский ремонт ну наверное наверное важно еще одну оговорку сделать мы записываем этот ролик в январе 2021 года соответственно если вы будете смотреть его в январе 2031 то наверняка цены уже поменяются ну они имеют такое свойство расти ну что давайте начинать двигаться вперед в самом начале чтобы вам было понятно ориентироваться во всем вот вот в этом много много многообразие цифр давайте сразу же разделим все на категории и так дизайнерский ремонт можно разделить на три части стоимость разделить на три части первое это стоимость дизайн проекта и услуги дизайнера вторая часть это услуги бригады стоимость строительных работ и строительные материалы тоже можно к ним отнести и третья часть это отделочные материалы это те вещи которые мы видим глазами а также мебель оборудование и декор правильно отлично с дизайн-проектом разобраться достаточно просто звоните в студию и узнаете сколько это стоит у всех по-разному поэтому тут уж сами смотрите по своим возможностям вторая часть строительная тоже достаточно просто определить достаточно иметь дизайн-проект который можно отдать на просчет в одну две три пять до хоть десять строительных бригад а вот самая непонятная часть это третья про которую мы будем говорить это как раз стоимость отделочных материалов стоимость мебели стоимость декора и вот здесь я передам слово татьяне уже наконец-таки она заскучала тут сидеть для начала как бюджет формируется из чего из каких групп товаров ну тут уже правильно иван уже начал рассказывать что основной бюджет состоит из строительных работ которые составляют примерно одну такую четвертую всего общего бюджета вот это именно этого проекта а любого наверное мне кажется я бы к строительным работам добавила что несмотря на то что мы там отправляем дизайн-проект на расчет строителям та сумма которая них появляется она тоже не окончательная и тоже нужно это иметь ввиду и обговаривать со строителями сколько дополнительно еще потребуется неожиданностей мы всегда заказчиков предупреждаем что примерно 5-10 процентов от суммы будет увеличение и всегда это происходит потому что вскрыли полы а там дырка вскрыли стены а там тряпками затыкано до что-то вот и и такие моменты есть на каждой стройке когда вылазят какие-то неожиданности и на это тоже нужно обращать внимание черновые материалы тоже имеет большой весомую часть затрат потому что в среднем ну вот в данном случае на данный момент незаконченного ремонта у нас сейчас уже почти 400 тысяч ушло на черновые материалы но это еще не все то есть еще чуть-чуть будет добавляться и будет примерно 450 тысяч по моему тоже значительная такая это на квартиру 73 квадратных метра это стоимость черновых материалов хорошо коли мы про строители заговорили тогда какова стоимость услуг строительной бригады именно на этой квартире здесь была смета по посчитана на 1 миллион двести тысяч только работ на данный момент у нас работы не закончены выработана ну понятно что меньшая сумма но примерно к такой мы стремимся чуть-чуть будет увеличение но процентов на 510 как рассказала да но это значит еще 100 тысяч плюсом то есть стоимость услуг строительной бригады миллион триста примерно на этой квартире квартира семьдесят три квадратных метра плюс строительные материалы в общем если это все сложить то получается миллион семьсот пятьдесят правильно да это вторая часть 1 у нас дизайн-проект вторая часть затрат это строители со строительными материалами не сейчас самое интересное это третья часть это отделочные материалы вот их как можно поделить допустим то что мы видим на полу на стенах на потолке да или или как или вот сантехника там как как вот я делю их такими сначала крупными этапами и мы называем это первый второй эшелон первый эшелон у нас входят материалы которые требуются на объекте в первую очередь это вот как раз свет сантехника и керамогранит это три таких пунктика которые нужны сразу закупать сразу поэтому бюджет нужно рассчитывать сразу на это тоже я сразу задам вопрос а что такое эшелоны эшелоны это этапы материалов которые нужны настройки то есть для того чтобы строители приступили к работам и у вас работы шли ровненько без остановок на то чтобы давайте подождем плитку пока она придет нужно закупать сразу чтобы все было в наличии на момент необходимости этого настройки окей понятно ну то есть мы планируем наши закупки с тем расчетом чтобы строительная бригада не простаивала отлично и так повторим первый эшелон что мы закупаем первый эшелон свет сантехника и керамогранит отлично тогда начнем с сантехники сколько стоит сантехника на этот объект перед нами лежит вот такой график финансирования вот так мы покажем поэтому если буду смотреть вниз то я смотрю на него по сантехнике мы сейчас разговариваем да вот здесь сумма 260 тысяч 002 рубля на сантехнику на сантехнику да что входит в данной квартире у нас два санузла в одном санузле у нас ванная раковина унитаз и гигиенический душ а во втором санузле он такой у нас брутальный санузел для мужчины который много курит поэтому там только унитаз и раковина все вытяжка хорошая а к сантехнике же еще смесители наверное относятся да к сантехнике относятся смесители причем тоже нюанс на который нужно обращать внимание когда мы сдаем дизайн проект дизайнеры отмечают только те позиции которые влияют на дизайн то есть там есть раковины смесители гигиенический душ все вот это есть но там нет сифона там нет каких-то подводящих клапанов и вот такой внутренней встроенной части которая все равно вам нужно когда вы будете закупать вот ради этого собственно сантехника закупается в первую очередь потому что там есть встроенные части которые нужно сразу выстраивается на объекте инсталляция например к этому относится вот у нас две инсталляции на этом объекте тань вопрос кто-то сейчас смотрит и думают боже мой 260 тысяч на горшки и раковины неужели это столько стоит нет это стоит гораздо дороже я имею ввиду нельзя ли купить дешевле я думаю что конечно можно можно прийти в обе в люра мерлен не брать с собой дизайн-проект и купить все что вам душе угодно но это будет как бы немножко не совпадать с тем что нужно точнее совсем не будет совпадать и сомнительного качества я бы сказал то есть получается что это далеко не предел конечно потому что в данном проекте вот тоже думаю что нужно сказать вообще изначальная цель заказчиков была потратить четыре с половиной миллиона на весь проект на реализацию не превышая наверх не превышает да этот проект мы сдавали в 2017 году а заказчики только сейчас решили приступать к его реализации и когда мы пересчитали на текущие цены у нас бюджет в общем-то прилично очень увеличился ну говори уж на сколько на 2 миллиона 2 миллиона что уж так рубить так с плеча 6 миллионов сейчас общий бюджет про сантехнику последний вопрос чья сантехника наша итальянская чья немецкая это сборная солянка надо сказать вот так потому что допустим душевая стойка и там смеситель например одной фирмы но я просто знаю если мы начинаем комплектовать хорошей сантехникой хорошей сантехникой европейской но например это может быть ханс гроя хотя это не самого далеко топовая сантехника то цена здесь наверняка будет но процентов на 50 дороже если мы будем раковину ставить там какую-то я не знаю там девон девон какой-нибудь то цена еще вырастет ну к примеру поэтому мы может быть ссылочки оставим просто чтобы зрители могли сравнивать и вообще так сказать искать аналог керамогранит керамогранит чей у нас керамогранит у нас использован в основном российский керамогранит эталон и керамомрации это наш отечественный производитель это российский производитель они сейчас делают вполне достойные продукции 137 тысяч 500 это надо сказать вообще небольшая сумма относительно других проектов которые мне удавалось реализовать а куда мы его используем здесь в этом проекте в этом проекте керамогранит используется только в санузлы во всех остальных помещениях у нас плитка пвх напольное покрытие в санузлах у нас на полу керамогранит и на стенах естественно получается для того чтобы от делать стены в санузле и ванной и полы полы и стены мы потратили сто тридцать семь тысяч рублей да звучит вообще на самом деле очень жутко да на самом деле цены гораздо больше сейчас многие могут удивляться писать гневные комментарии да вы с ума сошли вообще спуститесь на землю посмотрите сколько плитка стоит но еще раз отечественный производитель не импортные соответственно цены совершенно не большие относительно импортного керамогранита получается стоимость одного квадратного метра керамогранита примерно 2500 в среде потому что используется разный там плюс минус две с половиной тысячи рублей стоит отечественный керамогранит да ну вот я могу сказать что если мы возьмем и итальянский керамогранит или и испанский керамогранит например порцелоноса групп то они будут стоить от 6 тысяч 6 8 10 12 тысяч за квадратный метр вот и считайте в какие бюджеты могут вырастать цифры и так поехали дальше сантехнику обсудили плитку обсудили первого эшелона что еще свет почему собственно свет относится к первому эшелону потому что очень много встраиваемых тоже частей бывают встроенные светильники гипсовые светильники разного вида и электрику нужно понимать тоже как это все подводить выводить вот я даже подготовила распечатала спецификацию по свету которую нам ну которым собственно оплачивали заказчик нам оплачивать она вот так расположилась на 11 листах очень даже не маленькая компактно выглядит на сумму 363 тысячи рублей это на площадь 73 квадратных метров 360 тысяч рублей светильники да а чьего производства что за светильники в основном конечно это с дружественной нам страны с китая они сейчас делают вполне достойные вещи нужно уметь находить и также российского производства тоже используются светильники а почему мы их используем это потому что мы их так любим или это ради того чтобы сэкономить бюджет заказчик мы экономим бюджет во-первых во-вторых здесь сам проект по себе такой что можно закупить такие светильники вот если бы конечно проект был бы совершенно другого уровня и мы бы там может быть не пошли на такую замену но 360 тысяч это немного судя по другим проектам насколько я понимаю то здесь нету ничего помпезного такого то есть встроенный свет может быть какие-то люстры есть совершенно минимальное количество подвесных светильников в основном это встройка и чуть-чуть трековых что еще по поводу света хочется сказать что опять здесь нужно внимательно смотреть когда мы отдаем дизайн проект дизайнеры ставят светильники которые влияют на дизайн проект здесь в предложении грамотные специалисты вам посчитают сразу вот допустим я открыла страничку то что не видно глазом с первого раза да это светодиодная лента это какие-то профили скрытого монтажа это крепеж и так далее то что вам тоже увеличит бюджет но вы об этом узнаете только тогда когда будете закупать это когда вы задаетесь вопросом а почему так дорого например вот я в интернет магазине видел светильник совершенно дешевле буквально в два раза нежели вы мне тут предлагаете дело в том что сам по себе один светильник гореть не будет к нему нужно купить трансформатор лампочку и возможно еще какое-то дополнительное оборудование который которая не указана на интернет сайте а когда вы их вместе соберете получится соответствующая цена я от себя еще добавлю по поводу светильников дело в том что светильники хорошие светильники это конечно же европа но ради удешевления стоимости мы ищем отечественные аналоги и китайские аналоги вот что касается отечественных аналогов я могу их в основном похвалить потому что наши производители стараются делают достойные вещи что касается китая как-то принято считать что китай это классный аналог европе и в китае вообще все заводы европейские находятся они все равно там делают вы знаете мы много закупали в китае и привозили много светильников 90 процентов это полное барахло в просто барахло вот таня не даст соврать ну есть и такие да поэтому чтобы найти хороший китайский аналог это надо потрудиться поэтому не надо обольщаться и цены у них надо сказать совсем сейчас не дешевые ну вот это то что касается светильников итак первый эшелон закончился деньги потрачены и сколько денег мы потратили мы потратили 760 тысяч 760 тысяч а закупили мы только плитку в санузел и ванну сантехнику в санузел и ванну и светильники на квартиру правильно тогда едем дальше и обсуждаем второй эшелон что в него входит давай перечислить второй же он такой более растянутый самое первое что начинаем мы разрабатывать это индивидуальную мебель почему потому что эта позиция тоже дорогая во первых во вторых очень много времени занимает стеллажи мы имеем ввиду тут корпусную индивидуальную мебель корпусная не мягкую потому что по идее здесь мы допустим диван и кровать тоже заказывали индивидуально но это у меня стоит отдельном разделе идем дальше индивидуальная мебель еще что во второй эшелон входят те позиции которые имеют долгую доставку например они так не важны на объекте так быстро например кирпич декоративный он выкладывается ближе к концу но его нужно тоже закупить сразу потому что мы его ждем завода три месяца можно сказать что второй эшелон он растягивается вот от начала и до конца до постепенно там уже закупаются остальные позиции мы забыли с вами сказать про радиаторы радиаторы это первый эшелон это самое начало начало как оказалось на этом проекте потому что здесь они нам понадобились сразу аккурат перед новым годом никто нам их быстро выдать не может срок поставки у них тоже долгий а сантехникам они нужны сразу и стоят они ну вот так 130 тысяч три радиатора это какие-то непростые радиаторы это кстати радиаторы российского производства это не самые дешевые но это достаточно хорошие качественные трубчатые радиаторы и я их даже видела что используют в каком-то из квартир нам вопросе чтобы то есть это дизайнерские радиаторы то есть не просто обыкновенные которые ставят под окна застройщик да это посимпатичнее все таки хорошо что во второй эшелон входит еще ну давайте тут уже перечислим вообще все что у нас остается что у нас остается напольное покрытие пвх в данном случае диваны мебели корпусные индивидуи мягкая двери раздвижные у нас тут двери межкомнатные замена подоконников столы кровати кресла краской фотообои на стены тумбы этажерки зеркала плентуса и вот остальная мелочь типа розеток вентиляторов и там декора у меня уже пальцы кончились на руки в принципе тогда с понятных вещей напольное покрытие что использовали в этом проекте здесь мы использовали плитку пвх марки перга достаточно хорошая тоже марка сколько стоит напольное покрытие в данном проекте получается стоимость одного квадратного метра напольного покрытия примерно 3000 но это цифра с подложка которая идет под это покрытие это пвх покрытие почему выбрали его ведь можно было выбрать дешевле можно было выбрать вот здесь целая история даю надо рассказать в общем у заказчиков было пожелание использовать паркет на пол и даже нашли они сами нашли аналог за 3000 рублей за квадратный метр но время идет все меняется и когда мы уже стали подбирать материалы мы естественно более подробно начали изучать и по отзывам и по рекламациям поняли что все таки паркет за 3000 квадратный метр это совершенно недолговечная история и предложили заказчица поменять на пвх плитку она согласилась вот и прошло какое-то время через там пару-тройку месяцев после того как мы закупили она мне звонит и говорит татьяна я тут разговаривала с моей коллегой которая постелила тот самый паркет который я себе хотела и говорит он у нее через два месяца уже начал весь вздуваться что-то там кривиться в общем что-то пошло не так она горит как хорошо что вы меня отговорили я думаю это вопрос качеству паркета производители которого стремятся удешевить свой продукт и продать страждущим по такой цене потому что за большую не покупают но в итоге получается так что страдает качество очень сильно до паркет не может стоить 3000 за квадратный метр окей но ведь люди которые ходят в магазины например убит они видят совершенно другие цены на прилавках там есть ламинат за 300 рублей квадрат 300 рублей квадратный есть такой да есть а почему вы такой не взяли ведь вы были зажаты в рамке бюджета почему в 10 раз дороже купили черт возьми ну потому что все-таки заказчики они соотносят цену и качество и готовы переплатить за то чтобы у них напольное покрытие служило дольше чем два-три года и до впервые там пролития ведра воды получается что цель сэкономить это не главная цель до цель все-таки выдержать соотношение цена-качество потому поэтому где-то они готовы переплатить чуть-чуть и поэтому бюджет немножко тоже растягивается но зато иметь более достойную вещь себя интерьер хорошо полы напольные покрытия точнее говоря из пвх плитки стоимостью 250 тысяч рублей правильно 222 тысячи рублей на этот объем если мы их прибавим к первому эшелону получается уже миллион с первым миллионом освоили 4 позиции да хорошо идем дальше давай так наверное настенные покрытия краска декоративка что там использовалось есть у нас настенные покрытия но в данном проекте так как он был изначально в рамках бюджета мы использовали только покраску у нас здесь нет декоративной штукатурки нигде есть фреска на стену как обои получается с рисунком с рисунком да и разные оттенки покраски ну то есть в основном мы использовали краску под них обои под покраску правильно я понимаю и у нас есть декоративный кирпич там в двух помещениях тогда стоимость отделочных материалов на стены 50 тысяч это краска и обои и 50 тысяч у нас ушел на декоративный кирпич и того получается 100 тысяч на отделочные материалы по стенам что весьма между прочим бюджетно потому что у нас нет декоративной штукатурки например декоративная штукатурка всегда дороже идет да ну то есть в данном проекте решили просто сэкономить на стенах ну как сказать не просто сэкономить а стены скорее как фон использовали но тем не менее использовали краску а какую краску мы используем фирмы ettul и так 100 тысяч мы потратили на стены правильно можно ли было сделать дешевле Я думаю, что можно было бы сделать дешевле, если закупить краску более бюджетную. Ну, например, в вышеперечисленных нами магазинах. Но, опять же, за качество никто не отвечает уже. Мы берем краску ту, которая бы не стала шоркиваться со стен, которая легко бы мылась, была бы комфортной и удобной в эксплуатации. Но вообще мы эту краску используем даже в общественных помещениях, и там пока люди не жалуются. Общественные помещения, мы знаем, что там истираемость гораздо, проходимость больше. 100 тысяч на 73 квадратных метра на стены уже потрачено. Это уже миллион сто. А давай про межкомнатные двери, без которых не обойтись. В этом проекте мы меняли полностью все межкомнатные двери, и накладочка на входную дверь с внутренней стороны тоже вошла в эту сумму. И здесь это 187 тысяч рублей. На двери? Да. Получается, одна дверь сколько стоит? 35 тысяч примерно, да, где-то так? Примерно. Потому что при покупке дверей, здесь тоже смотрим не только на полотно, на стоимость полотна. Когда вы приходите в магазин, и вам такая циферка приятная, 10 тысяч дверь. Нет, это неправда. Это еще интернет-магазины, да, так хитрят? На полотно цену выставили. А что там еще входит в стоимость? Коробка наружная, у нас с вами внутренняя, там, допустим, не внутренняя, а как порожек. У нас с вами есть фурнитура, ручки, петли. У вас может быть открывание двери прямое, может быть, обратное, это влияет на стоимость. В общем, из всех этих мелочей складывается вот такая сумма на 5 дней. Ну, в общем, о чем говорить, если простая китайская ручка в магазине стоит полторы-две тысячи рублей. Ручка! Итак, двери 50, 180 тысяч рублей, 187. Это мы уже миллион триста потратили. Что еще? Давайте коснемся мебели индивидуальной. Это животрепещущая тема для всех. В дизайн-проектах используется очень большое количество индивидуальной мебели. И это не то чтобы приходь дизайнера, это скорее такая необходимость, когда мы хотим получить красивый и качественный проект. С красивой мебелью, которая у вас будет от стеночки до стеночки стоять. Где у вас не будет каких-то промежутков в 20-30 сантиметров, непонятных углов и все такое. Поэтому большое количество мебели делается на заказ. В данном случае мы использовали три поставщика индивидуальной мебели. Обычно мы стараемся все давать в одни руки, потому что это все-таки попроще. Одни модалы не рассчитали, ты все это контролишь. И монтаж тоже без проблем на замеры, без проблем с одними. А здесь три. Ну, Иван спрашивает, почему? Потому что все дело в бюджете. То есть есть компании, с которыми мы сотрудничаем, мы их любим. Которые отвечают всем требованиям дизайнера. У них хороший сервис, с ними удобно, комфортно работать. У них четкие сроки на монтаж, на изготовление. Они не растягивают этого времени. Все чертежи подробные, все удобно проверять. Ну, и качество, конечно же, хорошее. Когда они пришли, смонтировали и ушли. И не надо ничего переделать. Но так как мы здесь старались очень сильно урезать бюджет, то я искала альтернативные варианты и нашла. Ну, сэкономить, здесь, конечно, цифры-то уже итоговые, но сэкономить удалось примерно 1300. Вот так. В этом проекте у нас, получается, бюджет на индивидуальную мебель на трех разных поставщиков получился 1 миллион 35 тысяч. Что вошло, это, наверное, лучше по плану показать. У нас есть встроенный шкаф-купе при входе. У нас есть тумба и стеллаж в коридоре. У нас есть шкаф внутри санузла одного. Есть тумба во втором санузле и шкафчик над ним. Есть в детской навесные полочки на стене. И вот такой угловой стол. Не угловой, а полукруглый, что тоже увеличивает стоимость изготовления. И вот такой шкафчик. И в спальне есть шкаф со столом. И в гостиной есть большой-большой шкаф вдоль одной стены, длина которого у нас 4,5 метра. И вот за все за это заказчик заплатил миллион. Чуть больше миллиона, да. Почему три поставщика? Вот еще тоже хотелось бы сказать. Есть у нас в одном помещении, вот здесь, наверное, будет картинку, я надеюсь, поставленную от спальни, где у нас есть стена шпанированная красивая, а напротив стол. И вот сначала мы хотели, так как бюджет экономим, сделать стол, допустим, из МДФ в пленке. И у нас получала стоимость этого стола около 100 тысяч. Но потом я пересчитала в шпоне, оказалось там на 10 тысяч дороже, но заказчица согласилась на стол из шпона. Чуть-чуть дороже, но зато это уже шпон, это уже гораздо, ну, это другой уровень. Ты рассказываешь о том случае, когда заказчик сам сознательно увеличивает бюджет ради того, чтобы получить другой эффект, другое качество, другое восприятие. Правильно? Очень часто сравнивают с Икеей. В Икее типа того, что дешевле. Ну, вот про кухню часто говорят. Ничего подобного. В Икее кухня уже давно не дешевле, чем вы будете заказывать, ну, я не знаю, в каком-нибудь другом индивидуальном месте. Ну, или порядок цен одинаковый. Можно ли дешевле? Да, можно. Есть салоны, которые, ну, вот вообще просто, вот, я не знаю, из чего они делают, но из ДСП, естественно, и картона. А петли из ткани? Да. Но это совершенно не тот уровень, и я думаю, даже не стоит его обсуждать. А можно ли дороже? Да, конечно. Можно поставить такие шкафы, такие кухонные гарнитуры, что цена миллион покажется просто чихом по сравнению с теми суммами, которые могут быть. Поэтому мы обращаем внимание, что это взят конкретный проект. Да. И на этом конкретном проекте конкретная мебель, три поставщика, и там три просто из-за того, что мы пытались сэкономить. Татьяна искала у кого то же самое, но дешевле. А вот вопрос, да, почему бы заказать все не у того, кто самый дешевый? А потому что есть позиции сложные в изготовлении, и мы это знаем, и мебельщики это знают. И поэтому, чтобы не было неожиданностей, мы две позиции самые сложные оставили у тех мебельщиков, которые мы знаем давно. Да, цена, опять же, это цена-качество, и заказчик тоже с этим согласился, что лучше мы здесь переплатим, но мы точно будем знать, что конструкция выдержит то, что мы хотим. А во второй эшелон еще входит покупка мягкой мебели? Заказ, да, в данном случае мы тоже заказывали индивидуально все два дивана и одну кровать. Отлично, а почему не купили готовое? Наверняка это было дешевле сделать в Икее. Или в Хофе. Или в Хофе, да. Почему так не сделали? Потому что, во-первых, заказчикам важно качество. У них есть код, и они сразу сказали нам, пожалуйста, материалы антивандальные использовать. Антикотовье. Антикотовье, да. Это первое. Второе, у нас есть заданные габариты, в которые нужно вписаться по мебели. И третье, есть материал, цвет которого нужно выбрать четко по проекту. Которого нет в готовой мебели. Которого, возможно, где-то и можно найти, но это нужно обойти весь город и не найти, например. Да, и не найти. Какова стоимость? Значит, стоимость в нашем проекте двух диванов и одной кровати – 380 тысяч. Ну, достаточно большая сумма, казалось бы. Здесь тоже мы разделили подрядчиков. У нас есть один подрядчик, который проверенный и работает с дизайнерами. Давно использует хорошую качественную фурнитуру, и поэтому диван очень дорогой. 178 тысяч один диван. И мы еще привлекали другого подрядчика, с которым мы работаем первый раз, но который нам дал цены дешевле гораздо. Попробовали на свой страх и риск, и заказчик был тоже с этим согласен. Ну, то есть мы диван, который используется чаще всего, мы поставили дорогой, хороший, качественный. Тот, который используется редко, редко раскладывается. Мы попробовали индивидуальное изготовление незнакомого нам подрядчика. А почему мы все время заказываем все у нас здесь, у отечественного, у местного производителя? Почему бы не купить готовый итальянский? Ну, с удовольствием бы купили готовый итальянский. Тем более, что цена готового итальянского дивана, она примерно такая же, как здесь. Но доставка и растаможка, они очень дорогие, поэтому они не конкурентны по ценам просто-напросто. То есть итальянский диван будет раза в два дороже стоить? Только за доставку. Прекрасно. Вот вам цены, понимаете, вот так формируется бюджет. Итак, если мы подбиваем все цифры, то вообще вот к чему мы приближаемся? К 4 миллиону мы уже подползли. Ну, это то, что... А подползем к 5? Угу, к 6 надо подползли. К 6. Оставшийся бюджет у нас расходуется на такие предметы, которые тоже необходимы для реализации полного дизайн-проекта, но они уже такие помельче по бюджету. Ну, их много. Это зеркала, плинтуса, розетки, это подоконники и какие-то там ковры, декор, все такое. Это тоже все вроде бы суммы небольшие, но складываются в очень хороший бюджет в итоге. Например, если вы хотите подоконник поменять пластиковый на подоконник из искусственного камня, вот в данном проекте нам обошелся такой подоконник в 40 тысяч с монтажом. Один. Один подоконник, да, немало. Вот, и примерно в 40 тысяч нам обошелся второй подоконник, но он был из МДФ со шпоном, ну, по дизайну так нужно было, но он тоже примерно в такие же деньги вышел. Немаловажный пункт, который тоже нужно всегда учитывать, это розетки-выключатели. Все думают, что это там тут чуть-чуть, там чуть-чуть, да, приходишь в магазин, смотришь, там, ну, подумаешь, розетка стоит там сколько, сколько она стоит вообще, 500 там или 300, 200, ну, разные. Вот, но так как у вас на объекте их много, то обычно плюс-минус сумма вылазит там в 100 тысяч на объект, что тоже, ну, такая значительная часть получается уже. Ну, и, в общем, если подводить весь итог, то что хочется сказать в завершении. Значит, у каждого проекта есть свой бюджет. Все проекты разные. Вот сегодня мы поговорили о том проекте, в котором мы пытались экономить изо всех сил и сделать, тем не менее, проект дизайнерским. И ради того, чтобы сэкономить, вот Татьяна, в частности, искала каких-то новых поставщиков, у которых условия, ну, как бы лучшие и цены вроде как дешевле. Искала аналоги, которыми можно заменить, например, итальянские светильники там на китайские, да. Вот, видите, как бы ничего зачудительного здесь нету. Здесь нету ничего привезенного из Италии, из Испании, из Америки. Здесь все отечественный производитель и китайские светильники. Вот. И тем не менее, на 73 квадратных метров бюджет 6 миллионов выходит. Конечно, это не самый дорогой проект. Но вот дешевле вопрос, можно ли сделать? Это такой вопрос за ковыркой вообще, потому что, на самом деле, очень много потенциальных заказчиков спрашивают. Вот у меня там полтора-два миллиона, хочу дизайн-проект. Я не знаю каждый раз, что на это ответить, и сейчас уже не знаю, потому что не хочется разочаровывать. Но реальность такова, что, ну, невозможно сделать за маленькие деньги хорошее дело. Вот. Потому что в данном проекте мы использовали самые простые материалы, никаких там позолоченных ножек, там еще чего-то такого заоблачного нет. Все самое простое, качественное, добротное, да, не самое дешевое. Есть там позиции, которые, да, мы говорили, что можно было бы там, допустим, в хофе диван купить. Он был бы не по проекту. То есть, ну, не подошел бы, ну, ладно, там кто-то бы на это согласился. Но тут вопрос, а по дизайну проекта вы делаете ремонт или нет? Дизайн меняется. Да, меняется и дизайн. Собственно говоря, это уже не дизайнерский ремонт, а это уже просто ремонт с какими-то вещами, которые клиент, ну, сам пошел, купил, какие, собственно, захотел или какие там смог себе позволить. Но тогда и дизайн не надо было заказывать. Да, я думаю, что в эти деньги можно сделать ремонт своими силами и закупив материалы самостоятельно не по проекту, а просто вот, ну, хочу вот так, пусть будет вот так. Вот, если вы все-таки планируете дизайн проект, то у дизайнеров, у них очень высокие требования к сочетанию материалов, к качеству и к, особенно, цветовой палитре. Они очень щепетильно относятся, это прям больная тема, я не могу про это не сказать, вот, к этим оттенкам. Поэтому, когда используются какие-то недорогие вещи, просто элементарно у них нет вот этого разнообразия цвета, например. И поэтому оттуда невозможно что-то выбрать, приходится брать материал какой-то подороже, но зато он у вас в интерьере встанет так, что будет играть красиво, и что вы будете смотреть на это и довольны всегда будете. Таня, вот такой вопрос. Мы говорим про то, можно ли сделать дешевле, дороже понятно, что можно, а мы говорим дешевле. И, тем не менее, клиенты просят такие вещи, как кондиционирование, вентиляция, звукоизоляция. Вот эти вещи, насколько сильно удорожают проект? Прилично удорожают проект. Я подготовилась и взяла вот тут распечатка предложения, это по другому проекту. В этом проекте, в эти 6 миллионов не входит ничего из этого. А вот у нас есть кондиционирование и вентиляция по проекту, где 129 квадратных метров. Смотрим, три кондиционера, прокладка, все вот эти, монтаж, оборудование дополнительное. Здесь получается в 540 тысяч. Это только кондиционирование и трассы. Вентиляция 132 тысяч. 132? Да. И сколько получается? Это получилось у нас с вами 650, ну, примерно, примерно, пусть будет 650 на кондиционирование и вентиляцию. Ребята, если у вас бюджет небольшой и вы как бы желаете кондиционирование, вентиляцию, подумайте, это 650 тысяч рублей. Конечно, можно дешевле купить кондиционеры, но в общем порядок цифр уже понятен. Да, ну, не, всегда можно, но здесь вот, допустим, в данном примере это Mitsubishi, хороший кондиционер, и к ним вопросов нет. Дальше еще у меня есть итог по смете, по звукоизоляции, по нормальной, хорошей звукоизоляции. Не та, которая в Leroy Merlin'е продается, такая тоненькая пленочка, которую между гипсокартонами ставят, она вообще не работает. Вот, есть хорошая звукоизоляция, которой занимаются специальные ребята, у которых несколько слоев обшивки, стены идут, и они специальным прибором проверяют, что ли хорошо там получилось, у них специальные короба под розеточкой. 450 тысяч рублей звукоизоляции, не полностью всего. На какую площадь? Это часть квартиры, которая с соседями располагается. Часть квартиры? Часть квартиры. 400 тысяч? 50, простите, 450 тысяч. Полмиллиона на звукоизоляцию. Я чувствую, меня не просто закидают помидорами сейчас, а там сейчас столько комментариев будет. Вы вообще нормальные? Иван и Татьяна там напишут, я чувствую, вот это же стоит вот столько, они скажут, ну там сколько-то. Я не знаю, сколько это будет стоить на коленке, но вот компании, которые занимаются кондиционированием, вентиляцией, звукоизоляцией, все то, что вы хотите. Вот такие цены, то есть миллион еще плюсом. Ну, в общем, на этой позитивной ноте мы закончим снимать. Это уже очень длинное видео. Очень много позиций мы упустили, про многое мы не рассказали, но мне кажется, что главную суть вы уловили. И получили ответ на вопрос, а сколько может стоить дизайнерский ремонт. Спасибо тебе, Таня. Копите деньги и приходите в нашу студию. Всем пока.